сегодня у нас тема которая была почему-то одной из наиболее популярных по опросам и такой но люди часто задавали даже на других занятиях вопросы касательно правосудия вот мы мы сегодня представим вам попробуем вложиться во время и представить такие две части первая часть это ну естественно почему мы критикуем государственную систему правосудия и она складывается из различных частей то есть начиная от законотворчества кто придумывает законы почему почему нас оставляют им подчиняться вот как происходит сама сам процесс правосудия в государстве и почему мы нам это не нравится и как бы что потом происходит человеком которого осуждают и почему нам тоже не нравится то как с ним обращаются и почему мы считаем что это не ну это не эффективный метод борьбы с нарушениями каких-то общепризнанных правил да например общественных вот и во второй части мы представим такое ну то есть во первых какие существуют в целом просто в мире альтернативные системы как они развиваются вот насколько они представлены и скажем так и несколько обществ таких которые чуть чуть более эгалитарные чем наши рассмотрим как они используют в том числе они комбинируют системы которых мы будем говорить и но это как бы не анархистские будут общества не ну не на не сто процентов анархистские и в конце мы представим такую скажем так кусочек презентации которая стала продуктом антиуниверситет был такой проект в минске он в основном существовал ну в закрытом формате для людей которые перечисляли себя к наркотическому движению вот и мы в основном работали над различными то есть это проводилось в формате курсов вот и курс который назывался либертарное правосудие я его вела и он длился два с половиной года вот и мы на протяжении вот этих двух с половиной лет встречались каждые две недели на часа три и как бы обсуждали вот все вопросы которые мы попытаемся затронуть сейчас вот и естественно у нас достаточно широкий накопился список литературы по этой теме мы потом поделимся с с вами у нас было как бы желание написать потом какой-то текст более обширный возможно виде брошюры или даже что-то вроде книги потому что к сожалению на русском языке вообще в целом эта тема очень мало представлена и даже среди анархистских кругов многие могут говорить о критике но слабо представляю себе как могла бы быть выглядеть альтернатива вот и поэтому будет немножко как бы быстро по верхам но у вас будет возможность захотите потом еще самим что-то дочитать если что-то заинтересует конкретно из каких-то частей вот и тогда миша начнет с первой части это критика или в наш взгляд на то правосудие которое сейчас вершится я начну сначала с того что мы в целом называем на данный момент правосудием правом и правопонимание такие основные термины просто для общего развития правосудие это вид провинительной государственной деятельности для которой реализуется судебная власть право это понятие юриспруденции один из видов регуляторов общественных отношений и на право есть очень много разных теорий взглядов что она является и в целом правопонимание как наука или теория именно этим занимается что она трактует различные определения того что является правом и собственно теории о происхождении права очень много но я выделил здесь две такие диаметрально противоположные это право позитивист к на теория позитивистского права и право естественного происхождения аристотель из изобрел как бы высказал тезисы о праве естественно о теории естественного права это право заключается в том что человек при рождении получает определенные права это право на свободу право на жизнь право на равенство эти права не не могут быть никак изменены и уничтожены. А регуляторами общественных отношений выступают мораль и общественные человеческие ценности. И как будто бы диаметрально противоположная система Томаса Гоббса. Томас Гоббс, он как бы не выдвинул эту теорию, но он один из ярких представителей ее. Это позитивистская теория. И в основе этой теории лежит в том, что в обществе есть постоянный конфликт, при разрешении которого мы имеем победителя и проигравшего. И победитель может диктовать свои условия, вести свою игру, которую он захочет, а проигравший, собственно, должен подчиняться ему. И в этой теории рассматривается как победитель государства, а граждане проигравшие, и они как бы вынуждены подчиняться тем правам, которые для них устанавливает государство. Дальше мы рассмотрим анархический взгляд на право. И здесь у нас Бакунина, которому мы уже много говорили за нашей лекции. Бакунин во всех своих работах пытался выделить основные тезисы, которые утверждали, что государство и законодательство должны быть уничтожены, потому что они противоречат естественным жизненным ценностям человека, таким как развитие, прогресс и прочее. Он рассматривал право как что-то естественное, и он был тоже сторонником естественной теории права, то есть он не отрицал право человека, но он очень критиковал отождествление законодательной системы с правом. То есть он выступал против права государства, против права законодательства, против права любой юриспруденции, но при этом выступал за право человека на естественные потребности. И вот есть его цитата одна. Он начал рассматривать законодательство и критику этого позитивистского права в том, что это должно быть уничтожено, потому что оно мешает человеку развиваться. Оно призвано только для того, чтобы государство лучше контролировало людей, а не для того, чтобы люди могли развиваться свободней. И дальше мы рассмотрим еще немного про право. Это критика постанархистов. Это критика права тоже схожа с Бакунинской. Она предоставляет конфликт между правом и законодательством. То есть она рассматривает, что цели права — это нам что-то дать, чтобы люди становились свободнее и равнее. А цель законодательства — это сохранение существующего устроя, сохранение власти и сохранение имущества теми, кто им владеет, и борьба со всеми, кто выступает против существующей власти. То есть законодательство рассматривается как что-то необходимое элитам и государству для сохранения существующего устроя, в то время как право должно давать людям больше свобод. И мы можем посмотреть на примере этой критики на ситуацию, которая, например, сейчас даже в Польше разворачивается. То есть есть Декларация прав человека ООН, и в ней есть статья о том, что каждый человек имеет право на жизнь и перемещение в любое место в любом государстве. Но это право полностью блокируется законодательной системой, которая не дает человеку перемещаться свободно. То же самое и с получением статуса беженца и убежища. Многие люди не могут получить этот статус. Опять же, эта ситуация на границе с Польшей. То есть Декларация ООН предоставляет эти права, но законодательная система государств их полностью блокирует. И дальше я бы хотел рассказать про институт полиции, который в интерпретации государства создан для охраны порядка, для предотвращения преступлений, и в целом, чтобы люди сами себе не навредили. Но в реалии... Институт полиции скорее представляет собой институт контроля. Он не предотвращает какие-то преступления, а лишь может наказывать. То есть, например, на примере США мы можем посмотреть. Институт полиции начал зарождаться в США тогда, когда уже был спад преступлений. И именно полиция, в частности, начала арестовывать и преследовать людей за ненасильственные преступления различные мелкие. В США это было бродяжничество, употребление легких наркотиков и тунеадство. В то время как параллельно полиция очень была коррумпирована и потворствовала каким-то более крупным правонарушениям, которые выгодны условно государству. А поскольку полиция — это инструмент государства, то на это закрывалось глаза. Полиция очень сильно покрывала незаконную продажу алкоголя, незаконное распространение наркотиков. И в целом, скорее, существовало как что-то угнетающее бедных и неспособное себя постоять, и поддерживающее богатых и нарушающих законы, которые они сами прописывают. Я еще хотел немножко сказать про примеры полицейского насилия, то есть то, с чем мы тоже часто сталкиваемся. Вот я хотел зачитать отрывок. Тамир Райс и Джон Кроуфорд были застрелены в Огайо, потому что первое, что пришло в голову полицейскому — открыть по ним огонь. Энтони Хилл в окрестностях Атланты, Антонио Замбрано Монтес в Паско, штат Калифорнии и Джейсон Харрис в Далласе были убиты полицейскими, которые неправильно истолковали их поведение, вызванное психическими расстройствами. Оскар Грант в Окленде, Акай Гарли в Бруклине и Эрик Харрис в Талласе были застрелены по ошибке из-за неосторожного обращения сооружения полицейским, и это покрылось. В Северном Чарльстоне, штат Южная Каролина, полицейский Майкл Слэгер выстрелил в спину Уолтеру Скотту, который пытался убежать от полицейских, чтобы его не арестовали за неуплату алиментов. И, по сути, какое-то мелкое правонарушение, и он был убит полицейским. И этот полицейский позже пытался подкинуть ему наркотики, чтобы скрыть свое преступление и как-то оправдаться перед законом. Причина гибели Эрика Гарнера в Тейт-Арленде стала слишком агрессивное действие полицейских. Полицейские просто решили, что он незаконно продает сигареты поштучно, и очень агрессивно пытались его арестовать, вследствие чего он погиб. И таких ситуаций с полицейским насилием очень много. Зачастую это объясняется тем, что в полиции существует такой образ война, то есть полицейские скорее рассматривают себя не как стражей правопорядка, что они не следят за спокойствием граждан, а они борются с преступностью. И поэтому это развязывает им руки. И различные милитаризированные формирования, в том числе различные антитеррористические группы, дают это ощущение более реальным. То есть, например, на примере Беларуси мы можем посмотреть те же алмазы губов, которые в теории должны работать с организованной преступностью, прекрасно арестовывают и избивают мирных граждан. Также была выведена теория правыми теоретиками Джейсом Уилсоном и Джорджем Келлингом. Эта теория называлась «теория разбитых окон». Эта теория звучит так, что если есть машина, которая полностью целая, без разбитых окон, тогда она будет оставаться целой. Но если в этой машине разбито хоть одно окно, то эту машину рано или поздно уничтожат вандалы. И по этой теории полицейские начали работать более ожесточенно. Они арестовывали всех, кто совершал хоть какие-то мелкие незначительные правонарушения. И они полностью как будто бы перевернули концепцию того, что преступления совершаются людьми различного низкого социального статуса за счет бедности, за счет недостатка каких-то жизненных ресурсов. Они это перевернули так, что преступники не имеют каких-то экономических благ, потому что они преступники. Что, конечно же, не отвечает на вопрос, почему люди, которые не совершают преступления, все еще находятся чертой бедности. И эта теория очень сильно вызвала дискуссию о реформе полиции. Но все реформы заключаются лишь в более легком способе задержания, в более легком способе обращения при задержании. И из раза в раз это не срабатывает. Из раза в раз мы получаем все больше и больше примеров полицейской жестокости и убийств при задержании. Это что касается самого института полиции. Вот. И сейчас я бы хотел рассказать кратенько о сообществах, которые прекрасно справлялись без полиции. Более детально мы, может, рассмотрим эти сообщества в теме... Ну, может, моя спецификаторка расскажет часть каких-то. Может, мы часть расскажем на уроки с экспериментами. Вот. Эти примеры сообществ. Например, в Сиэтле в 1919 году была всеобщая забастовка, и весь город был полностью парализован. Там не осталось вообще полицейских, никаких правительственных управляющих. Но при этом сам город продолжал функционировать. Люди солидаризировались, поддерживали порядок, поддерживали различные необходимые элементы работы, в том числе пожарную службу, медицинскую службу, торговые разные... Ну, сама торговля была запрещена, но магазины продолжали функционировать. Была раздача бесплатной еды, которую готовили все сообща. Был организован генеральный комитет, генеральный забастовочный комитет, который синхронизировал работу местных профсоюзов. Но при этом он не вмешивался в работу самих профсоюзов, и каждые работники на своих местах могли управлять своими фабриками и предприятиями без власти и без начальства. Также работниками по развозу молока была переработана схема доставки, потому что раньше начальники и боссы видели экономическую нецелесообразность в том, чтобы развозить молоко по более дальним районам, а сами работники пересмотрели это и начали развозить продукты в более отдаленные районы, которые экономически невыгодны, но при этом люди там остаются и нуждаются в этом. Следующий пример — это экзархия. Это район в Афинах. Этот район, по сути, является таким контракультурным анархическим оплотом в центре. Оттуда этот район боролся против джентрификации, потому что район пытались джентрифицировать. И они, конечно, насильственно сопротивлялись, сжигали дорогие машины, сжигали новые открывающиеся дорогие рестораны, которые не соответствуют району, не соответствуют экономическому статусу района. И как могли боролись. Также правительство хотело в этом районе построить туристический парк во время Олимпиады, на что жители просто собрались, пришли на стройку и показали свои планы и сказали, что вы будете работать по этим планам и переустроите парк так, как удобно нам, жителям этого района, а не так, как будет выгоднее власти для того, чтобы туристы приходили и вызарабатывали больше денег. В итоге, ну, сначала рабочие сопротивлялись этому, но после пары сожженных бульдозеров и невозможности продолжать стройку, строители сдались и обустроили парк так, как удобно жителям экзархии. При этом сейчас в экзархии крайне редко бывает полиция, если и бывает, то быстро проезжает на своих машинах, потому что ей там не рады, но в целом в экзархии почти нет преступлений, вы можете спокойно прогуливаться ночью и вас никто не тронет, конечно же, если вы не полицейский или не какой-нибудь богатый человек. Христиане тоже автономный центр в датской столице, там тоже нет полиции, там существуют легализованы легкие наркотики и туда зачастую приезжают люди, чтобы покурить легких наркотиков, а тяжелые наркотики там были запрещены. И, по-моему, не помню в каком году, туда пытались приехать банда байкеров, чтобы захватить этот автономный округ, в котором нет власти какой-то, нет полицейских, нет никакой защиты, чтобы монополизировать продажу ГШШ и зарабатывать на этом. На что весь округ объединился и дал отпор этим байкерам. И отпор они дали фактически только мирными способами и отстояли свой район. То есть без полиции они смогли справиться. И также Ахака в 2006 году этот город добился автономии на 5 месяцев. И 5 месяцев он функционировал полностью автономно, тоже без правительств, без полицейских. За все это время практически не было совершенно никаких преступлений. и было убито 10 человек, но эти 10 человек были убиты полицейскими и парамилитарис. То есть в остальном полностью люди сами справлялись и не было никаких правонарушений. И в целом зачастую сообщества, в которых мы устраняем институт полиции, институт какого-то наказания, в них сокращается очень сильно преступление, потому что люди солидаризируются, разрушается эта атомизация, и люди начинают просто не совершать преступления не из-за страха наказания, а из-за солидарности и чувства общности. Это по поводу обществ, которые справляются без полиции. Это, собственно, приветствие полицейским в экзархии. Так, и про институт тюрьмы я бы хотел рассказать. Институт тюрьмы был создан достаточно давно, и Фуко писал в своей критике тюрем, можно почитать его книгу, она будет потом в списке литературы, создание тюрем, надзирать и наказывать, о том, что есть три масштабных института, которые созданы порождать в нас какое-то чувство подконтрольности, чувство того, что мы не должны выходить за какие-то рамки. Это школа, военные, различные милитаризированные бараки и, собственно, тюрьма. Государством принято называть тюрьмы как исправительные учреждения, исправительные наказательные. Но все, что мы можем видеть, даже просто обращаясь к тасистикам ООН, которые делают мониторинг тюрем, что эта структура не просто не исправляет людей, она ухудшает ситуацию. То есть с каждым годом количество преступлений растет, с каждым годом тюрьмы все более заполнены. Можно сказать о том, что это у нас такие плохие тюрьмы, а во всем мире тюрьмы хорошие. То есть всем очевидно, что тюрьмы в Беларуси и в России это пережиток прошлого как будто бы и ужасные там условия. Но на деле большая половина всех тюрем мира на данный момент переполнена. то есть там идет большее количество заключенных, чем надо. Поэтому строятся новые тюрьмы. И в этих тюрьмах невозможно какие-то даже базовые потребности человека соблюдать. Какое-то питание, сон, потому что не хватает места. В некоторых тюрьмах, по-моему, там по статистике из 200 тюрем взяли выборку, 223, по-моему, из них 121 тюрьма переполнена, 36 из этих тюрем заполнены на 150 процентов свыше нормы и 21 тюрьма заполнена на 200 процентов свыше нормы. На данный момент по статистике 2018 года АТООН содержится в заключении порядка 11 миллионов человек. Вот. И, ну, естественно, в этих тюрьмах, которые переполнены, люди не могут никак исправиться и переосмыслить свое поведение, потому что им банально для того, чтобы спать, надо спать по очереди либо привязывать себя к решеткам, чтобы возможно было как-то поспать стоя. И сам институт тюрьмы скорее взращивает в людях не чувство изменения, а чувство злости. Вся эта система, которая угнетает человека, пытается сломить его волю, заставляет только злиться на саму систему и сожалеть не о том, что человек совершил, а сожалеть о том, что его поймали. В подтверждение этому можно опять же посмотреть статистику. В среднем по миру где-то 50% рецидивов. То есть люди, которые отсидели в тюрьме, они снова совершают преступления, потому что отсидеть в тюрьме это по сути клеймо на всю жизнь, появляются проблемы с трудоустройством, людей изолируют в обществе, даже после того, как люди выходят из тюрьмы, они все еще остаются изгоями, люди теряют очень многое, теряют своих родственников, теряют здоровье. Условно, заключение в 20 лет это минус 16 лет твоей жизни в целом. То есть ты 20 лет теряешь в тюрьме и еще 16 лет ты теряешь, потому что твое здоровье подорвано, потому что ты не можешь, у тебя нет доступа к свежему воздуху, у тебя нет доступа к солнцу, ты находишься заперти. Какие-то краткие прогулки не могут компенсировать это. Лечение очень посредственное. Также, наверное, все знают про Стэнфордский эксперимент, но если вдруг я перескажу, этот эксперимент был проведен Стэнфордским университетом, отобрали, по-моему, изначально 200 участников, из них набрали 20 человек, которые прошли все тесты, они были полностью психически здоровы, физически здоровы, не имели никаких отклонений, и часть этих людей были назначены надзирателями, а часть людей были назначены заключенными потенциальными. И этих потенциальных заключенных не увидели сразу, им сказали, что возвращайтесь домой, ложитесь спать, но в этот же вечер их арестовала настоящая полиция при виде ошалевших соседей, и отвезли в эту тюрьму. И в ходе этого эксперимента явно прослеживалось то, что надзиратели, которые до того, как стали надзирателями, были, в принципе, спокойными людьми, когда у них появилась какая-то власть над заключенными, они начали всячески измываться и давить этим авторитетом на заключенных. Этот эксперимент не был завершен, он был прерван раньше времени, потому что те люди, которые были назначены на роль надзирателей, начали уже слишком жестко себя вести с заключенными, и эксперимент был прерван. Я хотела кое-что добавить еще по поводу... Ты приводил статистику, что около половины бывших заключенных потом повторяют преступления. Я читала про войну с наркотиками в Америке, то, как она повлияла на правосудие, и там, например, если человек из вето, темнокожий человек чаще всего, попадает один раз в тюрьму, то потом они попадают часто очень в такой конвейер, что их выпускают, например, через два года по досрочному освобождению, но условия, с которыми их выпускают, очень жесткие. То есть, если они один раз хоть не окажутся дома в определенной, после, например, комендантского часа, они опять возвращаются в тюрьму, и это считается как новое нарушение закона, новое заключение. И так происходит, что просто тысячи людей, которые попадают в тюрьму, потом навсегда, но всю жизнь оказываются заключенными вот в этот конвейер, из которого у них почти нет шанса никак выйти. И как бы... То есть система сама в Америке, по крайней мере, заинтересована в том, чтобы постоянно возвращать людей в тюрьму, а не там условно исправлять их, социализировать, адаптировать к нормальной жизни и так далее. Ну да, это большая проблема в целом расизма в США, то есть большая часть убитых на улице при задержании являются темнокожими, это следствие, очевидно, расизма. Вопрос. Я хотел добавить еще по поводу американской системы Минсеррана. Там почему людей... То есть тоже, почему выгодно и постоянно в деле гонять по кругу, то есть постоянно отпускать и обратно закрывать. там система приватная и это огромные деньги. То есть из-за того, что тут большой бизнес, там постоянно нужен поток заключенных, они делают любые, она берет таковая цель. Вот тоже на эту тему продолжение. В одной из тюрем как-то темнокожие комьюнити тюрьмы решили объединиться и создало сообщество Черная Сила для того, чтобы бороться с подавляющим белым расизмом в тюрьмах, в том числе со стороны надирателей, со стороны других заключенных. И в конце всех переговоров и всех их действий это был образовательный в первую очередь проект для того, чтобы люди могли образовываться в тюрьмах, потому что сама тюрьма по умолчанию не особо предоставляет те возможности к образованию. И они смогли в итоге полностью объединиться со всеми другими заключенными. И они установили такую договоренность, что если кто-то причиняет насилие другому заключенному, он получит соответствующее насилие для себя. Если кто-то убивает кого-то, он будет убит. И они смогли объединиться. И это очень играло не на руку руководству тюрьмы. Их пытались разъединить, как-то рассорить. Но в итоге во время празднования Рождества белым заключенным позволили отдыхать, праздновать, видеть со своей семьей. А во время празднования Кванзы темнокожим заключенным запретили... Ну, их отправили на работу в столовую, и они не могли отпраздновать это. В итоге вся тюрьма подняла бунт. То есть и белые, и темнокожие вся тюрьма подняла бунт. Этот бунт пытались сначала подавить, но ничего не получалось. И в итоге этот бунт прекратился, потому что темнокожим дали их права и свободы. Не потому, что они сномались под общественным давлением, а потому, что начали испытывать вот именно эти владельцы тюрьм финансовый дефицит, ведь рабочие, ой, не рабочие, заключенные пока бастовали, они не производили автомобильные знаки, автомобильные знаки начали заканчиваться, и поэтому руководство тюрьмы решило дать свободу заключенным больше прав для того, чтобы они дальше работали и производили эти знаки. То есть, да, мы видим здесь в первую очередь заботу не о заключенных, а о своем финансовом благополучии. Ну и в целом, не только в США, а во всем мире тюрьмы являются достаточно приватным сектором, то есть, мы не можем знать, что происходит внутри, мы не можем знать, как там переживают люди, цензура с письмами, ту же прессу редко куда пускают. Такая ситуация складывается для того, чтобы скрывать все правонарушения, которые осуществляются надзирателями в тюрьмах. Хотела еще сказать несколько слов про законы и законы творчества и про правосудие, как оно существует у нас. Дело в том, что законы, ну и вообще такое вот судопроизводство, да, то есть, что-то, где есть судья, который кажется супернейтральным, который как будто бы никого не защищает, а просто вот какие-то две стороны к нему обращаются и он решает, не беспристрастное решение выносит, он никому якобы не подчиняется, это независимый субъект и так далее. Вот. На самом деле, и часто очень, как нам государство продают часто, как проект, который является общественным договором, так и, в принципе, вот эту часть государства, которая предлагает нам как будто такую услугу, да, что если вдруг с нами произойдет какая-то проблема, то нам будет куда обратиться, нам будет на кого положиться, найдутся люди, которые накажут кого-то за нас условно, да, и там, не знаю, заберут у него деньги, отдадут нам, потому, ну, и то есть, вот такое, скажем так, во-первых, отчуждение происходит человека и людей друг от друга, то, что в случае любого конфликта, а зачастую, как вы видите сейчас, часто, в случае конфликтов даже, которые люди не хотели бы доводить до суда, например, как какие-нибудь уличные драки и прочее, то есть, очень часто это, ну, люди не хотят подавать друг на друга заявления, часто эти драки происходят, ну, условно, по взаимному согласию, да, и, то есть, ну, то есть, это как бы такой выплеск, не знаю, тестостерона и прочего, и, но при этом у нас как бы существует там такой вот закон, да, что по факту преступления, по факту какого-то действия можно завести уголовное дело, и вот эти люди, которые там поучаствовали в этой как бы драке, несмотря на то, что они не нанесли там ущерба никому, кроме друг друга, и им, в принципе, с этим ок, как бы считается, что это уже дело государства, что они нарушают в целом какой-то такой общественный порядок, что кто-то это видит, что они могут там кого-то задеть и прочее, вот, и, соответственно, государство берет на себя вот такое обязательство или даже принуждение наказывать любых людей в любом конфликте, который это государство способно увидеть через полицейского, да, то есть либо через, ну, как бы понятно, что если кто-то звонит и там просит государство вмешаться, это одно дело, вот, и очень интересно мне показалось тоже Фуко, вот он писал про тюрьмы, как говорили раньше, но он также очень много изучал вообще в целом, как вообще происходят бунты и почему и как народ вообще ведет себя во время бунтов, ну, и понятно, что когда он говорит там во французских революциях, он называет скажем так бунтарей там условно чернью, то есть это люди, которые восстают и у которых нет ничего, нет ни имущества, нет ни прав, нет ничего, и они восстают против какого-то порядка, который их угнетает, и он очень интересно размышлял о том, что каким образом вообще появилось правосудие или такое судопроизводство, которое мы сейчас видим, и он говорит о том, что раньше, в средние века, в принципе, было скорее засилье третейских судов, то есть, например, происходил какой-то конфликт, ну, условно, это могли быть два феодала, могли быть два каких-то там человека, там, не знаю, два каких-то христианина, что-то они поделили, то есть они сами искали и понимали, окей, у нас конфликт, мы ищем какую-то третью сторону, мы там чуть-чуть про третейский суд позже поговорим в качестве альтернативы этому, и как бы это значит, что они заинтересованы в том, чтобы эта ситуация как-то разрешилась, конфликт был заглажен каким-то образом, и кто-то, кому они доверяют, вынес какое-то решение, которое, в принципе, этот человек не будет заставлять их выполнять, то есть у этого человека нет, ну, то есть у третейского судьи нет формальной власти над выполнением какого-то решения, он действует только за счет какого-то авторитета, который ему дают сами же эти две как бы обиженные стороны друг на друга, и постепенно, когда, ну, иногда получалось так, что из-за междоусобиц, раздробленности, да, вот во всякой как бы феодальной вот этой вот движухе, у них началось такое, что они перестали как бы друг друга доверять, и стали обращаться к королю, к царю и прочее, да, ты нас как бы рассуди, да, то есть будь вот этим вот человеком, или там найди нам какой-то орган, ну, и это все, естественно, было не бесплатно, то есть за это вот эти все правительства брали деньги, и когда они поняли, насколько это вообще прибыльное дело, содержать судебную систему, то есть, как бы, во-первых, чтобы к тебе всегда обращались, ты берешь штраф, например, с того, кто, ну, как сейчас тоже, то есть очень часто человек, которого обидели где-то, не получает моральный ущерб, а какие-то деньги идут просто в доход государства, потому что это в целом считается какое-то преступление против общественного порядка, вот, и как бы мы видим то, что вот эти, как изменяются отношения, что когда раньше это было отношение между двумя людьми, которые искали какую-то точку соприкосновения, то судебная система сейчас делает из них, как бы, во-первых, врагов, да, которых оно не примеряет, а которое просто как бы говорит, что делать дальше, и у этих людей, в принципе, не спрашивается, окей ли им, что вот этого человека там настолько посадят в тюрьму, что его настолько оштрафуют, что он будет тебе должен отдать вот такое количество там, не знаю, земли, раз вы там поругались из-за каких-то землевладений и так далее, то есть, и поскольку это стало так прибыльно, то Фуко говорит о том, что постепенно просто судопроизводство стало еще одной формой собственности государства, то есть у него теперь оказалось не там не только земля, не только там какая-нибудь армия, не только какие-то ресурсы, которые они могли собирать, но это также форма, как налогов, то есть чем больше происходит конфликтов и чем больше происходит каких-то проблем и чем больше к тебе обращаются и ты получаешь за это деньги, тем более ты заинтересован в том, чтобы выискивать эти конфликты, как бы находить условно эти преступления, вот как сейчас там, то есть когда идет милиционер, он не идет просто, он нацелен на то, чтобы что-то заметить и как бы он это найдет, если кто ищет, то всегда найдет где-то какие-то проблемы, вот, и вот в этом как бы Фуко говорит о том, что вот это, что как будто бы из-за того, что вот это все стало таким капиталистическим постепенно вообще действием, хотя для нас это не сильно очевидно и кажется, что это какая-то услуга, которую нам предоставляют, но на самом деле, как оказалось, что это даже для вот людей, которые изначально как будто бы обращались вот за таким, типа, вышестоящим органом, это стало таким бичом, потому что теперь они не могли без государства вообще ничего делать, ну и соответственно, мы когда-то на другом занятии про национализм, когда мы говорили про гражданство, про перемещение людей, мы говорили о том, что против там нищих, бродяг, там людей, которые вообще хотели выйти из системы, например, не работать крестьянами, сбежать, например, куда-то, не работать, то есть все, ну как Фуко говорит, непролетаризированная как бы часть населения, она очень сильно, ну скажем так, репрессировалась, то есть их постоянно там задерживали, заставляли там, не знаю, уходить из городов и прочее, то есть чтобы постепенно, ну как бы вот находили, находили как бы проблему там, где ее раньше не было и никому как бы в принципе там эти бродяги могли не мешать, но нужно было плодить вот кучу законов, которые якобы там от кого-то друг друга охраняют, вот, и еще интересный тот факт, что на самом деле вот у Кропоткина тоже есть очень интересные брошюры на эту тему, где он размышляет о законе и говорит о том, что государство нам пытается продать свои законы, свои кодексы под, как бы под такой вот подливкой того, что мы защищаем вас от вас же самих, да, то есть мы как бы вот чтобы мы сейчас вот здесь не стали друг друга убивать, существует этот закон, вот, но Кропоткин обращает внимание на то, что если мы посмотрим в любой кодекс вообще любого государства и мы тоже на том курсе, когда, о котором я говорила, мы прям его действительно просматривали, то мы можем заметить, что законы разделяются на три категории, законы о собственности, да, то есть что нельзя там воровать, там занимать чужие пространства и прочее, ну то есть как бы законы, которые защищают владельцев собственности или владельцев каких-то ресурсов и так далее, вот, законы, которые защищают само государство, ну и мы видим сейчас, да, что там в Беларуси сейчас это просто масштабно, да, что там нельзя никого обижать, оскорблять, не знаю, нападать, критиковать, какое-то имущество государственное трогать, вот, то есть очень много как бы законов в целом даже вот в Белорусском уголовном кодексе и в принципе во всех их кодексах мы найдем, что есть типа для защиты государства и есть часть, да, такая типа преступление против личности, что-то такое, вот, и соответственно вот на этих преступлениях против личности государство нам продает то, что нам кодекс этот необходим, несмотря на то, что изначально любой, ну, раньше, как бы мы должны понимать, что раньше, в те же средние века и потом никакие личности никого вообще не интересовали, ну, то есть не интересовали никого, там, умер крестьянин или нет, вот, то есть мы должны понимать, откуда вообще выросла в целом, типа, вот эта вся система правосудия и что изначально она и была для того, чтобы защищать чужую собственность, да, от там каких-то, кто на нее посягает и, а потом постепенно для того, чтобы защищать непосредственно тех, кто, как бы, вершит это правосудие. И вот еще Фуко говорит о том, что интересно, что как только правосудие стало вот таким способом налоговым, то оно стало одновременно очень военизированным, то есть для того, чтобы его, как бы, вершить, стало необходимо иметь тех, кто будет заставлять или тех, кто будет выискивать, да, за что наказать. И вот отсюда мы тоже видим вот эта полиция, там, не знаю, какие-то, когда армия там входит, как бы, чтобы кого-то там пассифицировать и так далее. Вот. И очень интересно, кстати, вот мне никогда не приходило в голову, но мне кажется, что это правда, потому что Фуко говорит о том, что, когда мы смотрим и говорим, например, про полицию, про заключенных, вообще про, как будто бы мы видим, то есть, когда мы говорим, вот есть заключенный, есть полицейский, и мы понимаем, что это, типа, настолько разные, ну, то есть, это как будто чуть ли не разные классы, разные сословия. А Фуко говорит, в свое время, ну, то есть, он, конечно же, размышлял о французской революции, там, 1700, там, 1800-е годы, но мне кажется, это очень правдиво до сих пор, что в свое время у тех, как бы, кто не хотел быть, ну, скажем так, то есть, он называет это пролетаризированная масса, ну, это значит, те, кто работает, да, то есть, там, на заводе, либо, например, это крестьянин. И вот те, кто не хочет или не может по каким-то причинам, у них есть два пути. Быть в тюрьме, нет, три он говорил, быть в тюрьме, быть в армии или быть полицейским. И если мы подумаем, да, кто становится, ну, милиционерами, например, в той же Беларуси, это не, не знаю, это не дети чижа, ну, как бы, это не какие-то люди из другого класса, это действительно просто люди, это могут быть люди из деревень, которым никуда не поступили, да, это могут быть люди, которые тоже, если они не пошли бы в полицию, могли бы просто стать теми, кто побился на дискотеке. Ну, и стать, как бы, заключенным. И вот мне, как бы, очень поразила эта мысль, потому что она показывает, насколько государство очень искусно умеет вот так вот просто, как бы, щелчком показать разницу, как будто вот мы все вышли из одного, ну, в принципе, там, да, даже какого-то класса, но при этом очень легко сделать из людей, сразу придав кому-то власть, а над кем-то можно властвовать, мы как будто бы видим друг друга уже вообще по-другому и не ощущаем, что мы, ну, что у нас общий интерес, да, как бы против этой власти. Вот, и то же самое, ну, вот с армией, мне кажется, это тоже так, потому что кто идет сейчас в армию в 18 лет? Те, кто не поступил, да, те, кто, ну, то есть какие-то люди, которые, как бы, достаточно не подумали заранее, как им ее избежать, да, а кто может подумать заранее, как избежать, это там, кто поступил, кто откупился, кто, ну, то есть, это, скорее всего, жители городов, да, то есть, насколько я знаю, там, в Украине, когда была вот эта мобилизация общая, когда, там, еще 14-15-16 год, да, то есть, условно, очень много людей в Киеве без проблем, там, не пошли в армию, да, как бы, на призыв, тогда, как очень много людей, там, из западных областей, которые, там, не имеют отношения к, там, Донецку, как бы, не ощущают себя вообще с ним связанным, например, да, как бы, были призваны и пошли, да, воевать, и вот это тоже мне показалось очень интересным ракурсом, с которым смотрит Фуко на то, как, ну, как государство может это все обыгрывать и противопоставлять потом людей друг другу, вот, ну, и мне кажется, еще важно сказать то, что в целом, как бы, какая критика, ну, правосудие это то, что действительно кто-то забирает у нас вообще какую-то агентность, субъектность в том, что происходит с нашим, условно, даже уголовным делом, то есть мы можем там только молчать, даже если мы потерпевшие, мы не имеем права повлиять никак на то, каким будет приговор, мы во многих случаях не имеем права даже, там, пойти на мировую, если вдруг люди, ну, если это не гражданское дело, то люди не могут, например, многие говорят, я не имею претензий к этому человеку, государству не важно, да, то есть все равно кто-то идет в тюрьму, вот, и мы, ну, то есть мы как бы, особенно в Америке, там, да, если вы видели там фильмы про всякие, как там адвокаты условно выступают, там всегда такое, там, состязательность сторон, вот это, да, то есть прокурор пропагандирует свою версию о том, какой там ужасный мучитель, губитель, вот этот черный, который там это, ну, а адвокат будет как бы состязаться с ним, и мы здесь не видим вообще попытки, не то что там найти правду, а попытки увидеть как бы людей за этим всем, а есть только какие-то условно-идеологические приемы, которым ты можешь как бы бороться вербально, риторически, за судьбу какого-то человека, вот, ну и естественно, да, законы, как бы очень, нам, белорусам, понятно, что как бы мы мало влияния или вообще никакого не имеем на формирование законов, по которым мы живем, но при этом это как бы справедливо и для многих других стран, то есть мы видим, когда если есть какое-то сильное лобби, в какой-то стране оно будет, то есть, например, в этой стране сильная, как называется эта религия, католическое лобби, да, я бы хотела капиталистическое сказать, забыла слово, вот, то есть здесь очень сильное католическое лобби, и поэтому там законы об абортах, несмотря на то, что здесь как бы слишком много людей выходило, неважно сколько, то есть право высказаться против не означает право повлиять на принятие решения, вот, понятно, что в некоторых там странах поменьше, или там, не знаю, в каких-то местах, где какой-то закон не слишком важен, да, или он будет, например, там, какой-нибудь мэр подумает дважды, подумает, через два года у меня выборы, лучше я там сейчас примирю этих людей, скажу, да, мы не будем принимать закон, и очень часто, если вы знаете, как бы законы замораживают просто, ну, или как бы даже не законы, как, например, там в Беларуси было с этими тунеядцами, да, то есть закон в любом случае не отменили, да, но его там как-то заморозили, сделали, деформировали, сделали так, чтобы это не касалось каких-то людей, точечно, чтобы они уже не смогли объединиться и выступить как бы против этого закона, вот, и то же самое, например, там с заводом, да, под Брестом, аккумуляторным, как будто, да, давайте, давайте референдум, все, мы не будем строить, прошло бы там пару лет, просто условно перестают быть активными, как бы вот эти конкретные люди, которые выступали против, или их репрессируют, этих людей, все, как бы верхушка протеста сбита, и можно продолжать, то есть, насколько я знаю, он работает, и все, вот, и я думаю, что он бы работал, даже если бы это не было, не делая в 2020 году, дело в том, что как бы власть умеет находить время, такое, когда удобно, там, под ковид что-нибудь там, да, сделать, запрет какой-нибудь ввести и прочее. И приходим к альтернативам, прежде чем мы, ну, прежде чем я что-то расскажу, может быть, вы могли бы, не знаю, из своей головы или на основании того, что я сказала, вот мы тут немножко покритиковали, может быть, вам что-то в целом там лично не нравилось и не нравится в том, как функционирует правосудие или там структура полиции, не знаю, еще что-то, законодательство, вот, и мой вопрос такой, какие бы вы принципы или какие бы вы предложения сделали для того, чтобы что-то было по-другому, то есть, ну, любую фразу, то есть, ну, пример, да, если мы говорим, что там, вот, мы критиковали, что судья, это там какой-то, непонятно какой там человек, ставленник и так далее, то мы предлагаем или вам бы хотелось, чтобы там, люди могли выбирать судей, к примеру, да, ну, вот любые какие-то свои пожелания. Непожелания, скажем, пример из истории, что одному человеку изменили плане, вот, который применял насилие к другим, ему удалили животное, которое он растил, и как-то он, короче, втонит, не знаю, короче, как-то открыл себе какие-то эмоциональные стороны, ну, короче, он исправился, назовем это так, за счет нестандартного подхода к сравнению, и еще, наверное, добавлю, что, возможно, есть что-то интересное у Александра Мила, книги «Самые кругы испытания свободы», где, в принципе, дети решали, как, что делать, допустим, один ребенок постоял и открывал велосипеды, чтобы кататься, вот, и дети собрались, и подумали, что, ну, точнее, на собрании дети приняли решение, что надо скинуться и купить ему велосипед, и после этого он больше не крал велосипед. Ну, если перефразировать, то первый, наверное, твой пример, это может подпадать под какой-то индивидуальный подход, да, к каждому случаю или к случаю каждого человека, к его какому-то бейкграунду, и второй случай, наверное, касается того, что изучать условия, в которых произошло, как бы, преступление или проступок, чтобы понять, почему это произошло, да, и, как бы, каким-то образом менять это условие или помогать этому человеку получить желаемое, не прибегая к тому, чтобы необходимо было кого-то обижать, там, как-то, да? Угу. Немножко совпадает возможность с тем, что вы уже говорили, но мне бы хотелось, чтобы людей, совершивших преступление, не дегуманизировали, не считали, как бы, хуже или там, не до конца людьми, что очень часто используется, как регламент, почему с ними можно так обращаться, а как бы, полностью признавали их автономность и человечность. Угу. У меня, наверное, два. Первое, это то, что было бы круто, чтобы эта система не, ну, то есть, чтобы целью правосудия не была, по сути, месть, потому что, ну, вот то, как я сейчас, в каком случае, ощущаю эту систему, важно посадить человека, а если плохое сделать, так на подольше, ну, сейчас такая, кто-нибудь, вот, вот этого, и что еще важно, что часто пострадавшая сторона не хочет этой мести и вообще сама становится дополнительно травматизированной тем правосудиям, которое происходит, потому что, например, если там, ну, чаще всего сексуальное насилие, когда жертва вынуждена еще и доказывать, ну, то есть, типа, вместо отдыха и культ реабилитации, то есть, что вот эта система, она вообще не сконцентрирована на интересах пострадавшего, она исключительно на месте и каком-то наказании сконцентрировали, и не на перегрузке. Это как будто два. Касательно, людей, которые выходят из тюрьмы и их социализации в дальнейшем, мне кажется, что многие проекты на Западе, да, звучит, что такие очень отдельные инициативы, скорее, если у него сейчас что-то, они часто разнатливают таких людей, как субъект, объект, нежели субъекты. То есть, у людей, вышедших из тюрьмы, у них нет agency, так сказать, если это называется, да, они, ты даешь им какую-то программу, говоришь, чувак, они придумывают некие программы, они четко разбираются в проблемах для тех, которые выходят из тюрьмы, и они становятся агентами своей будущей жизни и показывают таким же людям другим пути, как это можно делать. То есть, это не сверху вниз, а просто не вверх. А существуют профсоюзы? Да, существуют в Болгарии, есть, я читала небольшую брошюрку, но это касало, там есть как бы и экс-заключенные, и те, кто сейчас, и эксы в основном они выступают уже, скажем там, пресс, ну, то есть, они уже могут говорить, да, они уже могут, они уже вышли и могут, в принципе, рассказывать, и они как бы о своем недавнем опыте рассказывают, но внутри, то есть, в Болгарии существует прям целый как бы зонтик, то есть, у них есть филиалы во многих тюрьмах, и они там про разные очень говорят, я не знаю, могу поискать, но я читала это на английском, может быть, присоединю к списку литературы, вот, потом сбросим, это очень интересно, мне тоже кажется, что... И это сложно, потому что, естественно, все эти, ну, представьте, иметь союз как бы в тюрьме, да, когда ты полностью зависишь от контролеров и от его хорошего настроения или от того, нравится ли им то, что ты отставишь там свои какие-то права, вот, ну, и, соответственно, это как бы на многих заключенных плохо отражается, да, это нужно иметь тоже какую-то силу, воли, что ли, чтобы туда вступать и не бояться какой-то ответки. еще комментарии кем-нибудь? Да, я не знаю, даже тему или нет, но, есть еще этот период, когда идет такое расследование, когда человек сижу, и вообще, его вина там не доказано и так далее, например, мне непонятно, почему так мало, ну, то есть, зачем они изолируют изначально человека от родственников, например, мама, что может приходить раз, я знаю, когда, но это не влияет на сам этот процесс, в общем, да, типа, непонятно, если они декларируют цель и воспитание, то почему человек в такой изоляции от близких находится, тоже не очень ясно. Интересно. Я еще раз хотел, хотел бы, по комментарии, что у меня знакомый сделал в Польше, это у меня, и он рассказывал, что, короче, он драматург, и он, короче, там, писал, написал там небольшую песку, и там на Новый год предложил руководству тюрьму ее поставить, ответ за глава было о том, что вот тюрьма будущего могла бы выглядеть так, что не было бы никаких надзирательной, а что бы все было автоматизировано, чтобы, ну, это как бы была такая робот-тюрьма, в которой бы все были заключены были, типа, на автоматических каких-то прописанных штуках, и что там не было бы вот этого вот, ну, говоря, унижения со стороны другого этого персонала. Вот. на что, после того, как мы проверили эту, как бы, пьесу, перед тем, как ее поставить, и когда поставили уже, его там вызвали на разговор, ну, это как поставили, в смысле, как аудио, там просто из упора, типа, кто-то читал, вызвали, типа, его к директору тюрьмы, сказали, типа, что, короче, с ним очень там разговаривали, кошмарили, что вот, аргумент был основной такой, ты неправильно понимаешь систему правосудия, ну, и как бы он уже больше там не высовывался, но суть такая, люди, которые в этой системе работают, убеждены, что унижение, и, как бы, ну, там, зайти в камеру к чувакам, и там, выпадавши все их вещи, разбросать там попы, поповы, это типа, это часть их обряданности, должностной, то есть они не считают, и часть наказания, не считают, что чем, ну, и там он там тоже рассказывал, что вот, допустим, если они не смеялись, с этими, ну, ладили хорошо с окрабельниками, и сразу же переселяли, что-то не было слишком хорошо, поэтому, ну, это просто, как комментарии, дополнительные, комментарии в предыдущей анатолике, которая говорила, что, еще несколько анатолий, которая говорила, что декуманизация очень плохо влияет, ну, мне сложно помыслить, вообще тюрьму, которой можно было бы, вообще декуманизацию, как-то интегрировать, потому что иначе, это уже тогда не тюрьма, а что другое, там, лагерь какой-нибудь, ну, не знаю, в таком не самом худшем смысле этого слова, есть более нормальные, адекватные тюрьмы, те лучшие плоды, те, не знаю, исключенные с охранниками вместе, которые едут, там, ну, опять же, к вопросу, что это в прежнем тюрьмах, да, да, есть фильм, тоже могу поискать, я не вспомнила его, когда мы готовились, про тюрьму, по-моему, в Швеции, на острове каком-то, где там никто не живет, кроме просто этих заключенных, то есть они не живут вот в огражденном, они ходят по острову, у них там огороды могут быть, там еще что-то, то есть как бы они не связаны, то есть они могут рыбачить, вот, но при этом с ними там куча интервью, и все эти люди говорят, что это, ну, как бы не то, что нам помогает, ну, то есть несмотря на то, что мы тут как будто на природе, или еще как-то, но все равно мы ощущаем себя, ну, какими-то как бы подопытными кроликами, да, которых, то есть, и почему-то нас ожидается, что мы там как-то переосмыслим, это действительно, как они говорят, что в изоляции, в отрыве от своей как бы сообщества какого-то, которое им помогает и так далее, вот, хорошо, я тогда, следующий вот такой слайд, да, я, прежде чем мы перейдем к каким-то примерам, как в других обществах, чуть-чуть по-другому устроено, я здесь хотела бы остановиться на таких четырех, как будто бы альтернативных системах, некоторые из них не являются системами, да, то есть посредничество, например, или третейский суд, это не система правосудия, то есть это не процесс, который занимает там от начала, там, не знаю, проступка, как бы человека не ведут до конца, но, как бы, вам, кому, например, какие вещи неизвестны, да, здесь, вот, например, про третейский суд, понимаете, что это? Некоторые, да, некоторые нет, посредничество, вот, например, про восстановительное, трансформативное правосудие, слышали что-нибудь супер тогда вам будет интересно послушать в общем я быстро пробегу собственно третейский суд это то что я немножко упоминала когда говорила про фуко есть две стороны которых есть какая-то проблема это может быть конфликт это может быть что-то не поделили это иногда очень похоже на как сказать вот это вот арбитражное да сейчас называется разбирательство это всяких коммерческих кругах да у них там они предпочитают не обращаться каких-то государственные суды а есть какие-то как будто бы суды типа специально где там кто-то со стороны решает каким образом лучше поступить в этой ситуации но здесь самое важное что нужно знать что эти обе стороны они обращаются какому-то авторитетному для себя источнику это может быть человек либо организация и этот человек как бы он не вовлечен то есть он не друг или не товарищ ни одной из этой стороны он не заинтересован ни в каком как будто бы в исходе ситуации но при этом то есть тут бы стороны добровольно соглашать то есть это не выглядит так как я на тебя подаю в суд и тебя кто-то приводит туда за уши и третейский суд как бы тебе говорит что делать нет это значит что мы договариваемся мы приходим мы соглашаемся что это человеку мы достаточно доверяем и он вынесет какое-то мудрое решение для нас но при этом на что мы соглашаемся на то что решение которое он вынесет будет для нас обязательным то есть не будет уже потом после этого а я думаю по-другому а я все-таки бы иду сделал как-то так то есть если мы идем в третейский суд то мы согласны на то что нам предпишут и даже как бы если мы с этим не очень как бы не можем скажем так это принять мы вынуждены это принять потому что такой как бы итог разговора и на самом деле вот эти третейские суды они достаточно вот если говорить про анархистов они были распространены в виде таких тоже товарищеских где-то судов где в виде вот этого третейского судьи выбирается какой-то просто авторитетный человек из движения из вашего комьюнити которому можно обратиться который не вовлечен ваш конфликт и соответственно как бы даже вот в литературе можете обзнакомиться есть какое-то такое постановление о третейском суде раньше была такая организация кстати называлась ада но она называлась ассоциация движения анархистов действовала в питере ну и в россии в целом вот у них было целая как бы устав о том как как кого вызывать такой третейский суд интересно но как бы немножко так может быть где-то устаревшие вот посредничество это что-то похожее но при этом в этом случае мы говорим кто такой посредник или сейчас называют медиатор медиация да очень достаточно популярные все хотят этому научиться потому что это как бы способ разрешения конфликтов но и также способ разрешения в принципе любых ситуаций понятно в виде когда у нас убийство мы не можем кого-то за медиировать да потому что когда мы говорим про посредничество это про попытку не столько найти консенсус сколько скорее какой-то компромисс с которым обе стороны смогут жить ну и как бы она предполагает такую достаточно длительную тоже процесс того что этот медиатор пытается понять одну сторону пытается выслушивать вторую сторону и пытается организовать для них процесс так то есть вместо того как третейский суд просто выслушивает и говорит так ты платишь ему 200 злотых до свидания да вот то здесь посредник пытается как бы перефразировать да например сектор от азол посредник перефразирует это так чтобы это было понятно какой-то месседж для второй стороны что я там на тебя обижен я бы хотел чтобы ты там попросил у меня прощения условно да я утрирую и чтобы люди услышали друг друга и ушли и как бы здесь важно то что решают стороны а не посредник то есть посредник не говорит и не советует им ничего он им может направлять он может им говорить я вижу вашей ситуации возникало вот вы предлагали такие такие решения на каком вы остановитесь и в принципе как бы решение посредника в решение результата посредничества не является обязательным то есть это как бы опять же на усмотрение сторон что если мы договорились мы можем там даже как бы это письменно как-то заверить но в принципе это только на нас нету никакого органа который нам нас принудит выполнять эти решения только скорее там поступ пострадает например чья-то репутация да потому что человек как бы мы договорились ты не сделал ну как бы это не круто да и здесь еще про модель посредничество просто есть разные модели в том числе как я сказала не дает советов но есть модели в которых как будто есть человек который в этой теме можем возможно который вы говорите он чуть-чуть больше понимает и к нему можно спросить попросить какой вы выход видите вот и тогда ну это просто разные модели которым люди могут обращаться то есть более ну скажем типа либеральной или такая будет ну не то что авторитарная на такая более вовлеченная скажем с ролью посредника следующее это восстановительное правосудие это такой перевод тоже ну то есть вот все вот это вот и следующий тоже тип или как бы предположение системы она к нам тоже перекочевала из запада но запада в этой в этой концепции хотя когда мы увидим позже на примерах мы увидим что в принципе восстановительная правосудия зародилась вообще в обществах, которые больше основаны на такой коммунитарности, на очень сильных совместных связях, на чувстве общности. И то есть это скорее продукт каких-то обществ, которые как будто нам сейчас кажутся примитивными, но при этом они, ну скажем так, это изобрели и просто живут с этим тысячелетиями. И тогда как для нас это нужно сейчас как-то в нашу реальность, такую индивидуализированную, атомизированную поместить. Вот, значит, в чем суть восстановительного правосудия? Значит, мы говорим о том, что оно переводится, по-английски оно звучит restorative, да? То есть restore – это восстановить, возобновить что-то. И чем восстановительное правосудие отличается от обычного? Тем, что, во-первых, как вот говорили до этого, что часто потерпевшая сторона не имеет вообще влияния на то, каким будет исход, то в этом случае потерпевшая сторона как раз-таки является, ну, одной из активных сторон, которые участвуют в процессе, но также активной стороной является тот, кто нанес ущерб. Какой-то, ну, человек, который нанес вред, ущерб, это может быть моральный, это может быть кто-то кому-то разбил окно, нарисовал какому-то граффити и так далее. Вот, и есть, да, третья сторона, которая этот процесс как бы ведет, но при этом, почему оно называется восстановительным? Потому что кроме вот этих двух сторон, в этой системе правосудия говорится и о том, что мы понимаем, что вот этот проступок повлиял не только на этих двух людей, он повлиял также и на общность, которая живет вокруг них. То есть, например, если кто-то разбил, там, не знаю, кому-то окно или проколол там шину или избил кого-то там рядом с детской площадкой, то это повлияло на весь двор. То есть мы это увидели, увидели там дети, к примеру, да, и это как бы что-то, или там мы увидели сцену домашнего насилия, и мы не можем просто сказать, что это, ну, это жена и муж, пусть они там идут домой. Нет, мы это увидели, мы беспокоимся за то, что это происходит в нашем дворе, и как бы мы являемся тоже частью, скажем так, вот этой системы, в которой, то есть мы заинтересованы в том, что такие вещи как бы не происходили на нашей территории, не омрачали там нам какое-то существование и так далее. И поэтому туда вовлекается вот это как бы сообщество, оно становится третьей частью процесса, и важно в этом случае восстановить как бы что-то, что было до этого. То есть, условно, до этого у нас был покой и мир, произошло что-то, например, драка или воровство, или еще что-то, или какое-то изнасилование, и мы хотим восстановить, как мы можем, да, понятно, при убийстве мы не можем восстановить человека, мы не можем там восстановить там женщине какие-то там условно эмоциональные потрясения после там какого-то нападения или что-то в этом роде, но мы можем поговорить о том, что бы она хотела, чтобы второй человек сделал, чтобы она, ну, как можно могла восстановиться, да, то есть насколько это возможно. И в этом случае это как бы тоже долгосрочный процесс, который, в принципе, вот это посредничество туда, наверное, включается, потому что есть какая-то сторона, которая как бы пытается стороны, и здесь скорее вопрос не в примирении, а в том, чтобы как бы у второго человека, который что-то сделал, навредил, он понял смысл этого вреда, то есть он не просто там его наказали, он еще больше обозлился и пошел дальше там еще делать и сказал там меня вообще тут никто не понял и так далее. То есть здесь вопрос в том, чтобы он понял жертву, искренне как бы посочувствовал, если это возможно, и чтобы жертва ощутила это искреннее сочувствие, ну, если там есть какие-то материальные, как бы, вещи, которые он может для него там сделать, не знаю, там, сделать новое окно или там купить новую машину там и прочее, отработать там за что-то, вот, то есть это как бы решается. И вот это восстановительное правосудие на самом деле оно в Америке тоже присутствует в некоторых штатах как наряду с криминальным, да, таким карцеральным правосудием, и там можно как будто бы выбирать, то есть даже в случаях убийств или в случаях там каких-то увечий, телесных повреждений, иногда адвокат вот этого потерпевшего может просить, адвокат того, кто сделал, может просить или предлагать, можем ли мы устроить вот такой процесс, и тогда как бы у этого, то есть да, у этого оно как-то там встроено в криминальную систему, что все равно у него будет какой-то приговор, но этот приговор может зависеть очень сильно от результата этого восстановительного правосудия, то есть там, например, кого-то могут отправить на пожизненного, а кто-то может поговорить со своей жертвой, и жертва может сказать, я, все, я, как бы он раскаялся, я понимаю, что вот, вот это его там привело к этому, да, он убил там моего брата, но, как бы я понимаю, ну, типа, то есть у меня нету к нему никакой обиды после того, как я увидела, что он действительно, он горюет так же, как и я, и так далее, и этого человека могут посадить условно на 10 лет, да, то есть в этом заинтересованы многие, становятся заинтересованы многие, как бы люди, которые могут получить там какие-то большие сроки, либо наоборот, какие-то люди, которые могут получить маленький срок, а получают ничего из-за того, что они проходят этот процесс, то есть там это достаточно сильно развито, и как бы это пытаются встроить все чаще и чаще в эту криминальную систему, чтобы, ну, вот, убрать вот эту состязательность сторон, а скорее и убрать государство из этого процесса, а скорее просто оставить это на усмотрение людей, и, ну, я думаю, что вы видели там даже фильмы всякие, да, где какие-нибудь, какой-нибудь заключенный пишет там маме убитого своего друга, они там начинают переписываться, и она там, как бы, приходит, решает, что просит, чтобы его там не казнили и прочее. И вот тоже есть, например, статья, если слышали про Руанду, да, где был большой геноцид со стороны Хуту и Туцци, там очень много, как бы, было смертей и очень жесткие, ну, то есть убийства с обеих сторон. Вот, и сейчас есть много деревень, которые организованы, ну, на какие-то там, есть какие-то проекты, которые организовывают вот эту вот систему восстановительного правосудия для людей из разных племен, которые вот на протяжении десятилетий испытывали вот эту вражду, и там живут люди, например, которые, то есть сейчас там есть целая программа, которая позволяет заключенным, которые сидят за то, что они кого-то убили, или истязали, там разрубили на куски, и они могут связаться с родственниками того, кому они причинили ущерб, и если этот родственник, как бы, достаточно им поверит в ходе этой переписки, там, она может годами длиться, то они могут получить освобождение, вот, и как бы, и сейчас, ну, на это направляется очень много усилий, чтобы, ну, скажем так, потому что все понимают, что в тюрьме, ну, как бы, этот человек не станет лучше, а тому, кого, чей родственник умер, это тоже не вернет, да, то есть каким-то таким образом, вот, и следующее, это трансформативное правосудие, да, и это что-то, что пошло чуть-чуть дальше, чем восстановительное, потому что, когда мы говорим про восстановление, мы говорим, ну, вот, был мир и покой, но что-то произошло, давайте откатим, и опять будем жить хорошо, люди, которые, как бы, апологеты транспарнативного правосудия говорят, нет, не было хорошо, раз это случилось, давайте подумаем, почему, как бы, какие социальные условия, почему наша община функционирует так, что кто-то начинает хотеть, воровать, ну, то есть, почему, там, вот, как с примером с велосипедом, да, почему кого-то, то есть, значит, у кого-то есть какое-то, типа, имущественное неравенство или что-то в этом роде, почему кто-то продолжает, там, на наших глазах, там, избивать, не знаю, жену и детей или что-нибудь в этом роде, и они говорят о том, что мы продукт общества, но также и мы производим, да, мы не кто-то один просто плохой изначально родился, там, насильником, это значит, что что-то его таким сделало, а это что-то это мы, то есть, мы тоже берем ответственность за это, и мы хотим трансформировать не только этого человека, типа, перевоспитать и, там, научить его, как жить, но мы хотим трансформировать себя, свое, как бы, комьюнити и свои социальные условия, чтобы в процессе, как бы, исцеления, да, в общем, очень важным там является, во-первых, естественно, да, исцеление жертвы, да, то есть, что направлено, как бы, внимание на нее, то, как и восстановительное, в принципе, правосудие, что есть какая-то проблема, которую, то есть, ее безопасность, ее стабильность, там, не знаю, психическая и физическая, как бы, на первом месте, при этом у второго человека тоже есть группа поддержки, то есть, у вот этого вредителя, да, есть какая-то группа поддержки, которая говорит, ну, мы от тебя не отказываемся, мы, если ты готов, как бы, с нами работать над этим, давай посмотрим, как это можно сделать, и вот это сообщество, которое вокруг, это они, ну, это не какие-то люди приглашенные, да, что вот мы сейчас вас тут замедиируем, расскажем, как вам жить, а как будто бы мы, кто живем рядом, заинтересован в том, чтобы это не происходило, и мы сами, как бы, активно увлекаемся и становимся вот этой вот группой медиаторов или группой поддержки одной стороны, а кто-то поддерживает, например, вредителя, его друзья смотрят тоже, что, как он изменяется, помогают ему прорабатывать, там, не знаю, свой гнев или что-нибудь в этом роде, и на самом деле, вот конкретно этот вид правосудия, он тоже, в принципе, в США развивается, и есть целая организация, которая разработала такой достаточно длинный документ, там, на 80 страниц о том, как они именно это делать, ну, собирались, и они его разработали в, по-моему, в 10-м году, и они работали в основном с насилием в темнокожих сообществах в Америке против детей, то есть, ну, как бы, ну, педофилия, да, или, ну, изнасилование, злоупотребление, там, какими-то своими, вот, надругательства, вот, и они понимали, что зачастую это делает, кто это, там делают родственники, да, и мы не можем просто сказать, все, ты теперь, там, не живешь здесь, да, там, ты идешь, там, то есть, они, как бы, понимали, что для людей, которые живут в семье, в этом комьюнити, не, для них не окей вызывать ментов на то, чтобы вот это происходило, плюс это обычно стыдно, плюс это, ну, то есть, но проблема существует, и поэтому они, как бы, разрабатывали вот этот проект, и, к сожалению, вот вчера полезла на их сайт смотреть, что же они там за эти 10 лет, они реализовали ли они или нет, потому что они хотели работать прямо вот с этим своим документом, сайт что-то у меня не открывался, в общем, ну, нормально, поэтому я не смогла узнать точно, но вот этот формат трансформативного правосудия, он сейчас, если мы говорим про анархистов, он сейчас используется, и вы его в интернете найдете под видом accountability process, потому что accountability – это подотчетность, взятие ответственности на себя за какое-то решение, да, или, там, призвание к ответственности, то есть мы видим, что кто-то что-то сделал, мы приходим, предъявляем ему претензию и приглашаем в этот процесс, потому что мы понимаем, что это как будто наш товарищ, да, который сделал что-то плохое, что-то нарушил какие-то наши правила или навредил кому-то, и мы хотим не выгонять этого товарища, чтобы он подъехал в другой город и продолжил там насиловать других девушек, да, на концертах, мы как бы хотим с ним работать, чтобы это не… и чтобы наша комьюнити не осталась с чувством, что можно вот так делать, просто уезжать, да, и потому что, ну, как анархисты говорим, мы не вызываем там милицию на вот такие вещи, да, то есть мы хотим это решать как бы сами, вот, и это что-то, что тоже находится в прогрессе, да, нужно понимать, что эти процессы, ну, например, в Беларуси у нас как бы в нашем движении был только один раз, когда мы начали его пробовать, этот процесс, и, к сожалению, он не завершился, потому что людям пришлось уехать в разные стороны, вот, что это как бы случилось как раз после 20-го года. Что? Ну, возможно, я не помню, но хорошо, два, значит. В общем и целом, я к тому говорю, что это очень длительный процесс, потому что мы говорим о трансформации человека и о трансформации сообщества, и это значит, что если кто-то там, ну, совершил, не знаю, там, сексуализированное насилие, мы работаем не только с этим человеком, но и с, там, делаем воркшопы для, ну, для других товарищей, говоря, что, ну, что мы не хотим, чтобы это продолжалось, то есть удобнее превентивная какая-то работа, нежели, чтобы потом просто находить, как бы, возможности, ну, то есть это слишком долго занимает время, чтобы вот с этим справиться, и в основном, да, эти все процессы касаются вопросов насилия, ну, либо изнасилований, либо просто применения насилия какого-то, вот, потому что, ну, как бы, с какими-то другими вопросами их можно отнести к разряду конфликтов. Ну, я к тому, что анархисты сейчас не живут как-то суперскучно, чтобы их можно назвать, там, вот анархистский город, где там, не знаю, они могут убрать милицию, и там у них какие-то свои, там, преступления. То есть, ну, это скорее что-то, что происходит, что происходит, продолжает происходить, там, да, в группах, потому что мы все тоже продукт общества, и, как бы, приносим вот этот сексизм, приносим какие-то, там, отношения к насилию, приносим отношения к какой-то конкурентности в среде, тоже приносим, как бы, в наши движения. И вот, ну, то есть в наши, мы заинтересованы в том, чтобы работать с этим, и с этими условиями как-то разбираться внутри. Но из-за того, что эти процессы очень долгие, часто они могут быть неуспешными, потому что второй человек отказывается сотрудничать, да, или делает вид, что он раскаялся, а потом сделает то же самое, то существует, как бы, и критика этого процесса, и многие говорят, что лучше, не знаю, я бы этому человеку, как бы, лично разбила лицо, да, как бы, и за себя постояла, чем два года смотреть, как он делает вид, что он все понял, и потом слышать, что он, там, в соседнем городе изнасиловал другую девушку, да, то есть, как бы, нужно понимать, что это тоже не что-то, что уже все работает, вот мы сейчас, как бы, вам расскажем, как это делать. Но это работа в процессе, и мне кажется, что она имеет, то есть, поскольку столько много людей стали им заниматься, и вот, ну, очень много в Европе, на самом деле, коллективов, которые занимаются развитием, к ним можно, там, как бы, обратиться, заказать у них какой-то воркшоп, попросить их быть вот медиаторами, приехать, там, не знаю, например, в другой город, рассказать, как нам, типа, здесь все настроить, то есть, есть какой-то обмен опытом на эту тему. Вот, да, это про трансформативное, и, ну, это просто какой-то кусочек, который тоже касается трансформативного, что здесь мы говорим, что личное, коллективное освобождение, они неотрывно связаны, неразрывно связаны с личной справедливостью, то есть, когда мы налаживаем справедливость для себя, мы должны освобождаться вместе, а если этого не происходит, то, как бы, мы не достигаем вот этой цели, которую мы хотим для сообщества. Да, я расскажу еще про примеры, да, вот мы говорили, что вот, значит, может быть вот так, да, но если так где-то, да, кроме там каких-то анархистских маленьких групп по всему миру разбросанных. Я расскажу вам про два, мы про вот эти, мы все время, наверное, ссылаемся на вот два, это сапатисты и курды в Рожаве, это как бы два примера, просто потому что они существуют сейчас, и потому что они существуют как бы на какой-то определенной территории, где люди живут, ну, скучно, они себя так идентифицируют, и они как бы говорят, что мы принадлежим к этому сообществу, и, соответственно, им проще на территории этого сообщества устанавливать какие-то процессы, не только правосудия, а вообще всего. Поэтому удобно их использовать как пример. Нужно сказать, что это не анархистские, ну, как бы нетипичные, они не провозглашают себя анархистами, но мы видим в них, ну, то есть это как бы коллективы, ну, не коллективы, а общества, которые как бы намного более эгалитарные, даже чем мы с вами, вот, и даже чем любая, не знаю, супердемократическая страна в Европе, вот, в плане по, как бы, если вы там живете, то у вас, как бы, у вас может быть там меньше денег, да, как бы, потому что, например, в Рожаве идет война, либо потому что вы, как бы, какой-то там крестьянин, который возделывает кофе, но при этом у вас больше доступ к возможностям влиять на свою жизнь и возможностью решать, как эта жизнь будет складываться. Так вот, Рожава, для тех, кто не знает, это северный Курдистан. Курдистан, Курдистан, это часть... Что-что? Западный. Это западный? Да. Северный, это Турция. Да, все, значит, это западный. В общем, Курдистан, это не существует, ну, это просто регион, да, который не существует, в принципе, на карте, потому что курды, это такой народ или этнос, который разбросан сейчас по территории Ирана, Ирака, Сирии и Турции, и ни одна из... Кроме Ирака, они не имеют автономии нигде, ну, вот, как бы такой, такой, который им позволяют иметь, да, и в основном там в Иране, в Турции их очень сильно напрягают, припрессируют, запрещают тоже там учить курдский и так далее. Очень много этих людей сидит там в тюрьмах, особенно в Турции. Вот. И, значит, в Ираке им удалось свою автономию отстоять после падения Саддама Хусейна, а в Сирии, после начала вот этой войны, которая в Сирии началась в 11-м году, после попытки «Рабская весна», когда там была, да, то есть там тоже, как бы, произошла уже гражданская война, и курды сориентировались и захватили, ну, то есть, как захватили, они контролируют сейчас достаточно большую часть Сирии, ну, около, там, не знаю, 1,5-й, наверное, что-то в этом роде, я бы сказала. Вот. Вот. И они, получается, с 2012 года, вот сегодня 10 лет прошло, как они там живут, и, соответственно, у них, как бы, свои устои, в отличие там от Сирии, то есть у них не действует сирийское правительство, действует вот это правительство, которое они наладили. И каким образом, то есть они живут, у них тоже деление на коммуны, у них, как бы, общество налажено снизу вверх, у них есть представительные органы, которые несколько похожи на наши, например, какие-то парламенты и так далее, но все решения, которые, они скорее играют какую-то дипломатическую роль, вот, чтобы, ну, там, с ними можно контактировать, например, какие-то другие государства или другие регионы могут через них, например, там, обратиться к, ну, там, сделать какие-то совместные проекты, реализовать и так далее, но в целом все решения почти принимаются на уровне низа, и вот мы здесь видим тоже, как налажена система правосудия или система работы с конфликтами, преступлениями в Воржаве. Первое – это комитеты мира и согласия. Комитеты мира и согласия организованы на уровне коммуны, либо на уровне района, города, либо микро такой сельской области, да, то есть я думаю, что это около 200 человек мы говорим, когда мы говорим про коммуну, может быть, чуть-чуть меньше. И вот эти комитеты мира и согласия, чтобы вы понимали, они существуют уже с 1990 года, то есть они существовали подпольно, когда еще Сирия всем владела, и они уже на тот момент развивали свою альтернативную систему правосудия, то есть вместо того, чтобы люди ходили в суд сирийский, они ходили как бы вот к этим, скажем так, комитетам, которые они считали более авторитетными, потому что на тот момент, ну то есть нужно понимать, что у курдов такое достаточно клановое общество, то есть там очень, во-первых, для них очень важна вот какие-то такие семейные узы, да, это такое более традиционное общество, они не такие атомизированные, как мы, и у них есть вот это вот ощущение какого-то роства и близости, и поэтому для них обратиться за решением, не знаю, то есть они не чувствуют себя одни, когда с ними что-то происходит, как у нас, например, да, что все, к кому мы можем пойти, это там, не знаю, мама, папа, ближайшие какие-то, а все, от остальных мы очень сильно отстранены, и вот эти комитеты, они как бы были очень долго такой параллельной системой, и они сейчас, как бы, почему они сейчас очень быстро взяли на себя вот эти обязательства и к ним стали ходить, и они очень быстро распочковались по всей территории, которая оказалась под контроль на курдам, потому что они уже как бы имели практику, вот, и это тоже показывает то, что как бы важно иметь практику, даже когда она как будто не полноценная, не распространена на весь мир, но когда есть уже прецедент, ты можешь его реплицировать очень быстро, вот, есть смешанные и женские комитеты, входят люди, которых выбирают, то есть это коммуна выбирает людей, которые будут туда входить, как бы люди, которым они доверяют, что они будут справедливо рассматривать, что у них есть какие-то скиллы, которые, ну, там, медиаторские такие, ну, вот, способность договориться, способность как-то понять друг друга и так далее, вот, и получается, что они есть смешанные и женские, смешанные имеются в виду по полу, а женские в основном работают с различными преступлениями, типа, как бы, патриархального такого вида, то есть это либо домашнее насилие, либо сексуальное насилие, и как бы в эти комитеты могут обращаться женщины, потому что они, например, стесняются говорить с мужчиной о чем-то, вот, если эти люди, то есть они, чем они занимаются, это они ходят, как бы, от одного, например, от одной семьи к другой, те, которые там что-то не поделили, какая-то проблема, выслушивают их, пытаются найти, в этом случае они называют это консенсусом, да, пытаются найти какой-то способ примирения, который они, который будет устраивать обе стороны, если это не получается, то можно обратиться в народный суд, народный суд, это тоже что-то, что существует чуть-чуть, ну, как бы, на несколько коммун сразу существует, там тоже судей выбирают, как бы люди голосуют, никто-то их не назначает, и в этих судах необязательно иметь юридическое образование, то есть важно скорее, чтобы тебе доверяли, что ты, как бы, хороший, ну, человек, который, как бы, хорошо рассудит, и вот можно, как бы, туда обратиться, и эти суды примерно такую же работу делают, только скорее, ну, может быть, с другого ракурса какого-то подходит, и это как будто другой человек, который может по-другому, может быть, что-то увидеть и понять. Если люди недовольны решением, они могут обратиться в апелляционный суд, там есть региональный суд, ну, то есть что-то похожее, куда выбирают в этих уже региональных апелляционных, и это судей уже юристы, то есть там уже как будто бы они рассматривают это с другого, ну, скажем так, ракурса, и, возможно, решение может быть другим. Ну, и есть вот конституционный суд, который тоже рассматривает нарушения или соответствие любых там новых законов, то есть нужно понимать, что когда, ну, вот, окей, сирийское правосудие или сирийские законы перестали существовать, или там они отказались от многих из них, что дальше, да, то есть нужно как бы формировать какой-то новый уклад общежития, и у них вот есть такое что-то, что они называют общественным договором, вот, и этот вот конституционный суд следит, чтобы этот общественный договор выполнялся, да, то есть и чтобы они там кто-то не противоречил действия различных агентств там или не противоречили. Есть еще отдельный какой-то парламент юстиции, в который входят разные люди, то есть там 23 человека, это такой, ну, скажем так, представительный орган, который на себя взял обязанности разрабатывать новую такую юридическую систему, новые юридические процессы, которые будут отличаться и подходить под это вот новое общество, которое предполагает вот эту работу снизу вверх, и то есть они как бы консультируются с этими комитетами мира и согласия, как лучше, типа, нам что там написать, прописать, чтобы вам, как бы, было работать, там, например, проще. Но в этом уже парламенте там есть три, по-моему, человека из Министерства юстиции, это как бы от правительства, 11 человек из совета, какого-то юридического совета или правового совета, в который входят бывшие, типа, как бы и полусловно, беглые там, которые от режима отступились, судьи, там, адвокаты, прокуроры и прочее, вот, потом, как бы, люди из народных судов и из, там, адвокатской коллегии кто-то. И получается, что у власти как будто бы есть в этом органе только три человека, как бы, ну, из 23, на которые они могут, как бы, ну, типа, лоббировать, например. Если представим, что, как бы, власть хотела бы что-то пролоббировать, то у них, как бы, очень маленькая есть сила на то, чтобы что-то делать. Вот. И отдельным функтом я назвала Асайш. Асайш – это вот, когда мы говорили про полицию, что можно существовать без полиции и прочее. На самом деле, когда, наверное, это продиктовано тем, что там до сих пор идет война. И, в принципе, несмотря на то, что Рожава сейчас объективно считается одним из самых спокойных мест на всем Ближнем Востоке, несмотря на то, что там война и что это, как бы, Ближний Восток и вообще там ИГИЛ и прочее. Но при этом из-за того, как они смогли наладить свое, типа, общественные отношения, они, ну, как бы, реально славятся тем, что у них очень снизилось уровень преступности, который был раньше. И в первую очередь это снижается, как мы говорили раньше, за счет того, что люди, когда они начинают работать, как бы, ну, вот, на этих коммунах, они, как бы, знают друг друга. То есть ты не будешь вредить там, где тебя все знают, где сразу поймут, кто это сделал, условно, да. Ты не будешь воровать там у своего соседа. И опять же, мы должны понимать, что это не работает так, как у нас, что мы, например, живем в Минске, что-то сделали, приехали в Гродно, да. И как бы мы вообще не привязаны ни к комьюнити никакому, ни к территории, ни к чему. Там люди понимают, что если они что-то сделали, они, ну, никуда не переедут. Мало того, что, ну, не потому, что они там не могут физически, а потому, что для них, ну, жизнь за пределами своего, не знаю, там, клана, это, ну, что-то немыслимое, что от тебя все отказались, что с тобой все перестали общаться. И как бы вот этот вот общественное, скажем так, такое, возможно, где-то давление, возможно, где-то на каком-то уровне такого стыда, пристыжения, общественного порицания, очень как бы вот эта система работает на этом. То есть на такой репутационной, скажем так, составляющей. Вот. И это очень многих людей как бы сдерживает. То есть не наказание сдерживает, а сдерживает вот, ну. Но, значит, вот Асайш, это как бы такая что-то, что можно назвать их полицией, но при этом они занимаются в основном работой с терактами. То есть если что-то происходит, там, например, Комитет мира и согласия, но они скорее конфликты, там, местные какие-то проблемы решают, да. То есть они не могут решить какие-то вопросы, там, не знаю, там, взрывов или еще каких-то вещей. Вот. И вот Асайш, это как бы люди, которые там патрулируют, они тоже, в принципе, у них выборные командиры, раз в месяц они выбирают, кто их будет как бы главный на этот месяц. Вот. И там 30% женщин состоит, и они как бы пытаются, скажем так, работать. Там, конечно, тоже написано, что они не защищают никакую власть, а работают только на поддержание порядка установленного вот снизу. Но как бы для меня это то, ну, скажем так, я бы посмотрела, как это будет потом, да, потому что у нас тоже милиция защищает народ в Конституции, да. Вот. А на самом деле нет. Вот. Поэтому, наверное, все будет зависеть как бы от будущего Ржавы. И стоит еще отметить, что там есть тюрьмы, да, но при этом в тюрьму, чтобы попасть, это нужно сделать, ну, как бы очень много плохого. В основном там сидят либо террористы, либо люди, люди, которые пытали кого-то, либо люди, которые убивали, ну, не просто там, не знаю, нечаянно, да, там, как бы в какой-нибудь драке, там, или еще что-то, вот прям целенаправленные, и несколько раз. Но при этом у Human Rights Watch, например, говорит, что они, там, там беспроблемный доступ в тюрьмы, как бы не надо ни с кем никому согласовывать, там можно снимать, общаться с заключенными в любой момент, там и так далее, и как бы сами курды заявляют, что мы уже наказали их, лишив их свободы, мы не хотим их наказывать, там, отсутствием еды, воды, сна, там, и еще чего-то, и как бы, как только мы там сможем, мы бы хотели там всех освободить, да, и, например, может быть, услышали на днях, вот в Хасаке, не на днях, там, пару недель назад в Хасаке избежало очень много, они игиловцев брали, как бы, ну, они сидели в тюрьме, и игил захватил в, ну, короче, у них поднялся бунт в тюрьме, они захватили этих контролеров, курдов, и сбежали, очень многие оружие разграбили, и потом бегали, убивали там семей, тех, кто заключенных содержал, вот, то есть, но при этом, как бы, вроде удалось, там, это, как бы, не вылилось в, там, в очередную, как бы, войну, да, но при этом тоже очень большой вопрос, как бы, что делать, да, вот, что делать с игиловцами, да, которые, как бы, ну, не факт, что кто-то из них может или хочет пройти через трансформативное правосудие, учитывая то, что это, скорее всего, люди вообще не с этих территорий, да, это люди могут быть, которых там реально в другом виде, там, не знаю, вообще могут быть там с какой-нибудь Туниса, да, и, то есть, мы понимаем, что вот это вот, как бы, вопрос тоже для них очень сложный, у тебя был комментарий? Я хотел спросить, ну, наверное, точнить, получается, смертной казни нету. Смертной казни они отменили сразу, как только пришли к власти, сейчас у них самое большое наказание, это до 20 лет, но оно, как бы, почти никому не дается, то есть, это надо быть реально там моральным уродом, которого будут все бояться, что он сделает еще хуже, вот, чтобы вот так, да, и, например, задерживать человека, это можно только на одни сутки, и только с разрешением, суда, то есть, вот даже, как бы, вот эти полиции, они, как бы, не могут, что хотят, то и делать, и если у них есть произвол какой-то, то есть, как только они узнают, что кто-то применил силу, например, что кто-то там начал, там, условно, вживаться в роль, вот этого тюремного надзирателя, и превышать полномочия, они, как бы, сразу этого человека увольняют, там, как-то с ним разбираются, потому что, ну, типа, для них очень важно, чтобы сохранялось вот этот вот подход, того, что мы здесь не для того, чтобы кого-то наказывать еще дополнительно, ты просто охраняешь, ну, как бы, просто находись там, чтобы эти люди, типа, не убежали, вот. Второй пример, это сапатисты, сапатисты, это индейцы майя, там разных племен в составе майя, вот, они живут в Чиапасе, Чиапас, это Мексика, почти, район, почти примыкающий к границе США, их же там живет около 150 тысяч, вот, и с 90-го года, 94-го, по-моему, года уже существует в виде автономии, то есть они вооруженное восстание подняли против государства и против всяких наркобаронов там, и людей, которые захватывали их земли, а сами сапатисты, они в основном живут сельским хозяйством, то есть они выращивают кукурузу, выращивают кофе, ну, и всякие другие вещи, вот, они, в принципе, на таком самообеспечении живут, и, как я сказала, их достаточно там много, вот эта территория, она достаточно обширная, и при этом они живут в таких, в полугорах, в полу полях, вот, и, соответственно, через их, то есть на этой территории, они тоже смогли установить, то есть уже более 30 лет, они, в принципе, настраивают там, как бы, другое государство, и у них, они руководствуются неописанными законами, то есть у них вот есть вот этот вот закон Майя, который передается просто, как вот это вот право естественное, о котором вот, мы говорили раньше, то есть какое-то обычное право, это называется, да, иногда в юридической, типа право обычая, что мы вот так заведено обычно у нас делать, и кто против этого идет, то есть нету человека, который придумывает новое правило, устанавливает новый закон, да, они могут это сделать, например, на собрании каком-то, если им там для чего-то это надо, но в целом, как будто бы ты просто из уст в уста передаешь вот такую как-то мораль общую, по которой люди живут, и если кто-то ее нарушает, то, ну вот, какие-то другие люди помогают тебе в том, чтобы это как-то решить эту ситуацию, и вот здесь они говорят, что они не называют преступлением преступления, они говорят, что нету хороших, плохих людей, есть люди, которые совершили ошибку, и мы должны помочь, мы как комьюнити должны помочь им эту ошибку исправить, и мы хотим, вот они очень хорошо встраиваются вот в эту восстановительную, такую линзу правосудия, мы хотим реабилитировать вот этого правонарушителя, интегрировать его обратно в общество, то есть мы, они не занимаются исключением и там, изгнанием человека из вот этих сообществ, потому что они понимают, что, ну как бы, он такой, как мы, он, любой из нас может совершить ошибку, но как бы этот человек должен быть готов к тому, чтобы мы с ним каким-то образом поработали, у них нет тюрем, нет полиции, у них есть, видимо, какие-то микро-места, в которых можно там, условно, три дня кого-то подержать под арестом, потому что через их территорию иногда проходят вот эти караваны с мигрантами в США, которые перевозят, ну короче, такие условно нелегалы, я имею в виду нелегалы, не мигрантов, а вот эти люди, которые за деньги на ком-то наживаются, везут их там, условно, на фургонах куда-то, и как бы сапатисты запрещают это, и они когда ловят такие фургоны, они задерживают на три дня вот этого водителя, забирают у него деньги, отдают этим мигрантам, мигрантам говорят, идите как бы, ищите другой путь, если вам надо в США, но не через нас, и соответственно, через какое-то время, если этот человек местный, они там как-то с ним по местному разобираются, если он не местный, они его либо выгоняют, либо отдают того сообщества, откуда он, чтобы они там с ним разобрались, и полиции у них тоже нет, никто там не ходит, не охраняет, не смотрит, кто как бы где, как себя ведет, и что нужно делать, когда происходит какое-то событие, в первую очередь, уведомить общину, что это произошло, то есть никто за кулисные, там нигде ничего не решает, если у нас там драка произошла, значит, на вечернем собрании всем расскажут, что вот у нас вот такое произошло, участвовали те там и те, но чтобы как бы все друг друга знают, все понимают, что это не где-то, ну там, решилось за чьими-то спинами, и дальше, да, то есть есть местные власти, местные власти, это как бы тоже там 50, 100, 150 человек, это люди, которые просто занимаются административными, там, они ратируются, их выбирают, сами те, кто занимает, ну, как бы кто живет на этой территории, вот, они периодически едут делегатами, в какие-то высшие, более вышестоящие, вот эти вот органы, и, соответственно, они как бы первые те, кто занимается этим конфликтом, то есть они начинают расследовать, исследуют причины, то есть в первую очередь они спрашивают, почему ты это сделал, не что ты сделал, да, не кому ты сделал, а почему это произошло, и вот они, что-то, что они называют совещанием, совещание это какая-то встреча, на которую приглашается одна семья, вторая семья, и опять же, это обязательно семьи, да, то есть у них как бы не просто человека с человеком, ну и плюс община может тоже присутствовать, и там происходит как бы обсуждение, попытка тоже объяснить, как бы чем кто кого обидел, донести какие-то свои эмоции, чувства, не знаю, там донести какие-то свои потери, что вы хотите, чтобы это как бы сделано, ну и вот они ищут примирение, у них бывает это либо вернуть украденное, часто в двойном размере, либо там выплатить ущерб, либо там общественные работы, очень часто, да, как бы если какая-то типа, какая-то общая такая проблема, вот, если что-то не получается, или, например, это касается, то есть они говорят, что в основном у них все происшествия, это, например, кто-то начал пить, а у них сухой закон, либо там кто-то где-то реально подрался, может быть, либо кто-то, у кого-то что-то украл, либо, например, землевладение, они могут поделить, как бы где поле, чье, например, да, или как-то так, то тогда они могут выйти в хунту хорошего правительства, потому что они плохое правительство, это вот мексиканское они называют, а свое они называют хорошее, вот, и на муниципальный уровень они идут, и там как бы такая же система, то есть такие же выборные люди, просто это делегаты как бы из всех высших, они начинают как бы такой же похожий процесс делать, то есть это не судьи, нет как бы никакого суда, куда ты приходишь и тебе что-то говорят, иногда в виде исключения, когда там человек какой-то, ну просто реально, они уже не знают, что с ним делать, он постоянно как бы что-то делает такое, что это, ну все общину в принципе раскалывает, то они тогда как бы выдают его государству, ну в смысле, что они и выдают его Мексике, там например, отдают, говорят, что там например, чтобы его там взяли под арест и прочее, но это как бы бывает в редких случаях. Сколько помню, они нам говорят, что они отдают не своих, а со своими они работают, и у них есть своя форма наказания для этих людей, то есть у них нету как бы теорий физических, но они их отправляют в что-то как бы подобное домашнему аресту, то есть они, эти люди постоянно путешествуют из местности в местность, там живут по месяцу, по два, их постоянно перекидывают, то есть они там условно, это касается, вообще это касается тяжелых преступников, типа убийц, и которых они говорят, что у них почти нет вообще, там практически нету, очень редко это случается, но это случается, и таких людей, вот они постоянно ратируют по разным местностям, где они живут месяц-два и постоянно так двигаются. А для чего? Они работают на общественных работах, и как бы у них есть свобода передвижения, у них нету никаких стен, то есть они какой-то дом дают, и также их закрывают, ну то есть их закрывают в доме на ночь, вот это, ну и они как бы работают на общественных работах, ну вот да и что здесь важно сказать что для них правосудие это то есть гармония в обществе и очень в целом есть еще одна достаточно интересная статья про таких же индейцев майя только в гватемале и они тоже живут по достаточно похожим принципам как сапатисты и там тоже как бы все время как бы говорится что важно только то чтобы в общине все было хорошо и вот когда ты это читаешь будучи человеком западным мышлением кажется ну как же личность там а как же там я да как же там мои там чувства и эмоции кажется что там очень такое сильное засилье именно вот этой коллективности когда ну ты не можешь быть другим да то есть ты и это тоже проблема которую мы обсуждали в том числе в рамках того курса про который я говорила но с другой стороны нужно тоже понимать что мы живем в другом мире и то что нам кажется что как так кто-то над нами будет властвовать да для людей которые считают это своим домом или например вот читаешь и там есть где-то совет старейшин и ты думаешь как это какие-то тут старцы да которых даже может выбирают или не просто авторитетные да ну как то что они стали авторитетом то есть какая-то форма власти а с другой стороны понимаешь что возможно для людей которые там живут и для которых это как бы традиционно они не чувствуют этого угнетения и это не работает так как мы это видим здесь как что потому что для нас любой авторитет здесь любой эксперт здесь и это как бы уже человек наделенный какими-то полномочиями который может нас там эксплуатировать угнетать и так далее что возможно там это совсем по-другому воспринимается вот ну и к сожалению действительно для того чтобы существовали вообще вот такие альтернативы необходимо вот это вот базовая вещь эта коллективность если у нас нет территории на которой мы живем если мы не договорились что мы одно целое для которых мы хотим придумывать свои как бы правила законы и что-то нас не получится привлекать кого-то к ответственности заставлять там не знаю кому-то симпатизировать эмпатировать и так далее да потому что всегда люди могут просто уехать никак не никак не обращаться как бы с этой с этой ситуации может быть есть как бы пара буквально откликов комментариев не знаю может быть вы что-то тоже вспомнили что-то вам понравилось или наоборот вы в чем-то тут засомневались я не привык слышу про сапатистов и продолжал но я думаю что интересно то что они хотя бы пытаются найти какую-то альтернативу очевидной несправедливой системе которая есть у нас потому что когда ну вот до того мы говорили и пытались сравнивать одну и ту же систему просто в разных странах и я например из Украины и нам часто кажется что на западе гораздо справедливей или что в Белоруссии за отсутствие коррупции очень справедливая система я слышу это часто от знакомых но получается что мы как будто два вида города сравниваем